Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду делать тест-драйв двух продуктов новинок от Maybelline. Это тональный крем Fit Me и Master Strobing. Тоже это жидкий хайлайтер, а это новый тональный крем. Я сегодня, сейчас утро, я встала, я практически не накрашена, у меня только нарощенные ресницы. И я просто подвела брови для того, чтобы вас не пугать. Я начну нанесение своего макияжа с тонального крема. Судя по тому, что написано по упаковке, то здесь будет матовый финиш. И у меня это для нормальной и жирной кожи. У меня сухая кожа, поэтому я не знаю, подойдет он мне или нет. Он вот так вот запечатан, я его еще не открывала. И наносить я его буду такой вот кистью для тонального крема. Я брала самый светлый оттенок, потому что я во всех брендах, я беру всегда самые светлые оттенки. Могу сказать, что этот тональный крем, он достаточно жидкий. И мне кажется, что у него в будущем будет очень большой расход. Вот, но учитывая его достаточно бюджетную цену, то я думаю, это будет не проблема. Ну вот, я закончила нанесение. Если честно, то когда я в первые секунды начала его наносить, мне показалось, что я просто буду желтая. Ну вот, я сейчас закончила нанесение. И если честно, этот тональный крем, мне кажется, что он подстроился под мой цвет лица. Ну, по крайней мере, я не вижу какой-то желтинки, либо лишней розовинки. То есть, это натуральный красивый тон, без каких-то явных нюансов, будь то желтый, будь то розовый. То есть, в принципе, достаточно прилично смотрится. Могу отметить то, что здесь очень явный матовый эффект. То есть, тональный крем абсолютно на 100% матовый. Я, в принципе, люблю, когда у меня матовая кожа, то есть, нигде ничего не видно. С учетом того, что у меня сухой тип кожи, то, в принципе, у меня каких-то проблем с порами нет, с срокими. Но этот тональный крем, судя по обещаниям на упаковке, он обещает то, что у вас будет меньше пор. Я думаю, что он совершенно с этим справляется. Очень натуральный, очень красивый финиш, нет эффекта маски, очень симпатично смотрится. Сейчас мы приступим к тестированию второй новинки от Maybelline, Master Strobin. Это жидкий хайлайтер. Когда я его выбирала, то в магазине не было тестеров, поэтому я взяла первый номер. Мне самый светлый, их всего два. Первый, это такой вот розово-серебристый цвет, а второй, это, ну, такой золотистый, более темный тон. Я взяла первый, потому что, в принципе, мне серебро и розовинка, это мне намного ближе. Я буду наносить это средство пальчиком, потому что мне так намного удобнее, потому что все-таки кисточкой я тоже могу нанести. Блин, мне кажется, я переборщила. Мне кажется, я явно переборщила. Я не знаю, будет ли вам заметно сияние на моей козе, потому что я лично на камере его не сижу. Могу сказать, что в нанесении этот хайлайтер очень непростой. Именно по той причине, что через пару минут он начинает застывать. И невозможное то, что вы нанесли, уже становится просто невозможным нормально по-человечески растушевать. Я думаю, что сейчас видно, какое сияние есть у меня на коже. В принципе, оно достаточно деликатное. Конечно же, если вы много нанесете этого хайлайтера, то ваше свечение будет видно даже из космоса. Но если немножко, то есть в качестве дневного макияжа, то я считаю, это самое но. Я пробовала растушевать этот хайлайтер вот такой вот кистью, но мне она не помогла. То есть я считаю, что такие жидкие вещи, вот такой вот хайлайтер, лучше всего наносить именно подушечками пальцев. Я уже собралась и накрасилась идти по своим делам.